Металлический трос с голыми руками можно заправить два раза. Один раз правой рукой, другой раз левой. Что за шнурок такой крепкий? С вагонзаводом. Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс, вы на канале «Не тормози». Сегодня мы очень хотели устроить битву стокового патриота, почти стоковой и стоковой Нивы. Но стоковых Нив у нас не нашлось, зато нашелся вот такой ховер. С виду он стандартный, покрыт Раптором, но на проходимость это не влияет. Также мы искали с собой группу поддержки и приехал десяток заряженных УАЗов. Сегодня мы будем месить грязь и поймем, какая же из тачек самая крутая и можно ли ездить по грязище на зимней шоссе. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В двух словах про конфигурацию зеленого Патриота. Здесь нету блокировок пока нет, они уже лежат, но в багажнике. Лифт 10 сантиметров, 5 по подвеске, 5 по кузову, 32 колеса шириной на 285. Диски штатные, но резина не штатная. Увеличены хода подвески за счет длинноходных амортизаторов и отвязки стабилизатора. Переднего, заднего удален. Будем смотреть, поможет ли мне это в жестком грязи-месе сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, кстати, очень непростой был участок, шел на 4-й, пониженная передача, на 4-й. Сейчас за мной падают другие участники, не знаю, решатся ли все в нее полезть. Сейчас посмотрим, но довольно там глубоко. Так, вот в Сан-Йонг поехал. Ну, в принципе, в принципе, проходит. Ну, меня там еще раскорячило поперек, я, мне кажется, наверное, вдвоем вот с Ховером, потому что на шоссейке сегодня. Все остальные на Горзевой. Так, вот Ховер пошел в эту колью, очень интересно посмотреть, что пройдет вам по мере. Ну, в принципе, единственный такой конкурент, ну, не выше на шоссейке. Шли на. У меня двое было там. Да, Ховер идет попрямее немного попал. Так, все, проезжает. Приехали в первое действительно интересное место, очень топкое здесь. местность такая, заболоченная, я бы сказал. А пока едет, кстати говоря, вот этот дерн особо не прорывает, видимо, за счет того, что шоссейные покрышки обычные зимние. И не закапывается машина, даже когда буксует. Сейчас посмотрим, смогу ли я сделать кружок почета по заболоченной поляне. Продолжение следует. АПЛОДИСМЕНТО. Продолжение следует... Продолжение следует... Но факт, что Патриот едет. Видимо, за счет мощности иду на 4-й в отсечку. Кстати, совсем забыл сказать, что у нас здесь двигатель. Прям дымится вся машина. Нагрелась вообще, насколько это только возможно. Ховер пошел по моим следам и немного там присел. У ховера в этом плане могут возникать небольшие проблемы. Из-за того, что он все-таки с более слабым движком. Пойдем узнаем, как у него дела. Пошел по моим следам. У тебя мотор какой? Двушка? Двушка, да. Но маленько отвез. Ты на какой идешь? На пониженный, на какой? Второй пониженный. Второй пониженный. Я на четвертый. Да, идет на второй. Второй, конечно, я думаю, маловато здесь будет. Там самое сложное местечко. Там прям водой залито все. Не выкарабкивается Нива. Двушка, да. И так, Ховер попробует сейчас еще один заход сделать. Из его плюсов можно отметить, что он меньше весит, меньше Патриота. Блоков также нет у него. Так, Нива, к слову говоря, все, приехала. Да нет, шевелится. И так, пошел Ховер, давай. Но вторая пониженная, на мой взгляд, маловато второй пониженный. Ну, карабкается, карабкается. Может быть, у него, конечно, по длине она, чем на Патриоте. Но на Патриоте второй явно мало. Ну, давай. Там самое сложное. Есть, Ховер проехал. Класс. Все, картошка не вырастет теперь. Кстати, вообще, можно сажать, знаешь, рис. Рис, да. Самая тема вообще. Бурый рис вырастет. Клетки заготовлены под рис. Что, у меня вроде едет, я на четвертый. Хреначо. Я первый пониженный. Да, задним едет. Нормально. Я на пол. Ну, ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, еще попытка ховера. На отсечке лупит. Андрюха, смотрите экстремальная резина, застревает машина. Не так-то тут все и просто, как может показаться на первой взгляде. Но тем временем, карабкается, карабкается. Все, приехал. На третий не раскручиваете? Да. У тебя, может, подлиннее передача, у меня от коротенькие. На третий попробуем, он сразу садится на второй, на перепет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все нормально. Ездят, третья, четвертая. Чуть не села там в одном месте, но не стал останавливаться. Продолжил рубить на третьей, четвертая не вывезла. Нормально проехал. Смотри, это дым-машина. Смотри, там жарко как. Это вот сколько получается, ну, 3 минуты где-то, наверное, в отсечке. Резина прям высохла просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ну что, друзья. Впереди просто адский разбитый, убитый, непроезжий участок дороги. Здесь есть одна относительно лайтовая траектория. Вдоль воды вот она идет. Практически я на ней стою. Но я по ней не поеду. Я поеду прямо по полю. Сейчас посмотрим, что получится. Кстати, на джипе в Ранглере в свое время я там не проехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, ну что, это было, кстати, вот суперкруто. Это, на самом деле, показатель, потому что ровно по этому же месту джип-франглер Сахара, обладающий 300-сильным мотором, задним самоблоком, 32-ми колесами, которые мы спускали, и кучей всяких плюшек, там, длинноходной подвески и так далее, не прошел. Вот ровно по этому же участку дороги. Я бы даже сказал, что чуть легче у него была, может быть, задача, потому что было немного прохладнее. Сейчас прям конкретная топь. И он не прошел, а Патриот прошел. Это же очень замечательно, что русские делают такую технику, которая может везде ехать. Итак, к рубежу выходит Андрюха. Посмотрим, как он поедет здесь. Здесь очень много кочек. Действительно, глубокая башня. Это прям башня. Затопленная, вязкая башня. Андрюха идет. Вот тачки на экстремальной резине идут с трудом. Хотя нет, здесь ближе к нам идут. Сзади у вас поехал по колеям. В принципе, едут, едут машины. Но, представляете, на шоссейке Патриот. У меня еще сделана полная шумовиброизоляция. Установлен звук. Куча всяких железок снизу дополнительных. И машина едет. В предпесе где-то примерно 2,5 тонны. Без блокировок. И так, ховер идет. По моим, кстати, следам. Давай, ховер, давай. Башня тыркается. Но едет. Давай, 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 ховер, ты сможешь. Пробита уже колея определенная. Сольем, поехали там позадам. Сейчас застрянет 100%. Там очень глубоко. Вот тут сейчас будет самое сложное место. Самое вязкое. Упсует уже Патриот здесь. Вот, район пробыл. И так, пойдем поближе. Ознакомимся с обстановкой у ховера. Кстати, есть шанс пройти на самом деле. Прям такой весомый шанс. Шнива на шоссе. Но она чуть-чуть читовская. Чуть-чуть с блокировками. С двумя дополнительными. И ховер на кочке подлип. На мой взгляд, не хватает немного мотора. Редко выезжает эта машина. Увы. Так как хочется побольше мне поснимать. Обычно приходится жертвовать с катанием. Ради съемок. Итак, ховер застрял. Нива, которая на все папки. Отлично вы ее помните. По выездам. С пехотом. С семеркой. Кстати, если не смотрели этот ролик, он есть на канале. Не тормози. В YouTube. Так. Хантер. 31 колеса. Два блока. Бензиновый движок. Все у него в жизни в порядке. Все у него в порядке. Все ездят, ездят. Никто не застревает. Я проехал. Смотри, я здесь на Wrangler в прошлом году не проехал. Там некогда. Грузовики у нас подвисали. Макс, кстати говоря, поставил себе 35-е. Многие спрашивают, где тот парень на белой ниве. Вот он. Ездит на Хантере теперь. Из Невы вырос. Так, вот так, к слову говоря, все это выглядит из машины. Вообще, если честно, смотрится совершенно неезжабельно для автомобильных шоссей на резине. Ну, мы сейчас попробуем. Смотрите. Продолжение следует... 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 Андрюха пошел в бой. Очень добкая местность по бокам. С трудом идет. С трудом идет, но выходит. Продолжение следует. 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 Хантер с таким мотором, как у меня на Патриосе, лететь будет. Меха сразил меня на повал своей проходимости, что-то тебя не врило. Сейчас и Меха тут станет. Не вылезти, наверное, да, не вылезти. Шаг назад, сейчас сюда полетят плюшки. Дай лебедку испытаем. Итак, пришла пора испытать новую лебедку, так как дергать эти внедорожники в том положении я не могу, потому что я сам быстро застрянут, да и я на шоссейке. Остальные тачки, как вы видите, сидят друг друга дергают. Сейчас мы воспользуемся лебедкой. У нас есть суперновый девайс, тут недавно совсем поставили. Камап Gio называется Лебедь. От компании 4x4 Sport. Кстати говоря, первая бюджетная модель Камапа. Зайдите и вы удивитесь, сколько она стоит. Ссылки на 4x4 Sport есть в подробности. Такой вот радиопульт и нужно включить питание лебедки. Так, дальше мне нужно отвинтить номер. Крылья у этих лебедок идут штатные, очень здоровые. И нужно ставить меньше. Либо меньше, либо в софт-шакл. Потому что такой спрятать не получится. Он, конечно, крепкий, выносливый. Отличное решение для котлеты. Но для гражданской тачки... Отличное решение для котлеты. Но для гражданской тачки... Хторический момент, первый запуск лебедки. Тянет, кстати, легко. Вообще легко. Нет таких прям сильных усилий, как у недорогих китайских лебедок. Ну, недорогие тоже тянут. В принципе, из такого положения, я думаю, любая вытянет. Но Камапска как-то легко это все делает. Десятитысячная, к слову говоря, лебедка. Вот сейчас пошло уже две машины. Слушай, ну тянет легко. Но у кого-то нет такого безумного усилия, как вот на китайский. Ну, не приседает. Да, она чуть-чуть есть, конечно, усилия на тягу. Но минимальная. Так легко вообще тянет. Я, кстати, чувствовал прям вообще. Медленно, но верно. Правильно про них говоришь. Да, машины причем. У меня там на хвосте еще одна. Так, сейчас надо выехать. Миша наружу. Вон тут в такой щекотливой ситуации. Все, прилип пока стоял. Да не, еще расшевеливается. Давайте Максиса. Два блока на этом патриозе. Два блока, 33-е и грязевые колеса. В блоке чувствуется, хрустят, срабатывают. Планируется это, он тоже пневму ставит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Прибыли еще к одному интересному участку грязевому, сейчас буду его штурмовать, едем на поле, сейчас устроим интересный заезд по прямой по грязевой, так что будет скоро круто, интересно, да и сейчас будет интересно. На заднем проехал. Итак, ховер проходит. Илья чуть потверже, сбоку чуть пожизу. Но для такой подготовки машин как сегодня... Все что ли? Втыкнулся, высоты не хватило. Опять не на все бабки, жал небось. Саньонка бежает сбоку. Опять не на все бабки? Ха-ха-ха-ха. Высоты не хватает, да, здесь очень глубоко. Так, вторая Нива. Поехал за Нивом, но не проехать там. Только сейчас придется езжать. Так, красота. О! Выпрыгнул скрыт, нифига себе. Так вот там я ехал на заднем, без проблем проходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Нива в беде не бросит, поэтому спасают. Не уверен, что хватит у них сил и выдержит вот этот шнур. Прям очень не уверен. Просто всю матушку Русь с собой тащит. Выбрался. Что за шнурок такой крепкий? С вагонзавода. С вагонзавода, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гол прям поперек колеи просто пошел. Вот это проходимость Андрюха резвится. Хантера. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...